Блин, это экстремально. 4-9-3, запомнили, 4-9-3. А-а-а! Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы снова играем в метель. Мы будем сбегать уже... который раз? Уже в четвертый раз будем сбегать в главе Эмили. Это последняя глава в этой игре, и дальше будем с вами ждать метель номер 2. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села в городское такси. За окном машины ничего не было видно, была сильная метель. Мы ехали около часа до моего дома. Наконец машина остановилась, и таксист с сухмылкой сказал... Приехали. Когда я вышла, вокруг был сплошной лес. Не успев ничего сказать, я получила удар в голову и потеряла сознание. Проснулась в старом подвале от громкого шума в соседней комнате. Через мгновение шум прекратился, и появился он. О, нет, снова взаперти... Что? Что? Как? Каким образом? Каким образом мы здесь? Мы уже это все видели. Это было в четвертой части, только я вот оттуда выплаз, а здесь была... Адель, да, по-моему ее звали? Но мы играем Эмили. Мы будем ходить в тот же самый туалет, что и Адель. Сейчас мы увидим эту локацию с другой стороны, и будем теперь пытаться оттуда выбраться. Чтобы у меня получилось, поставьте лайк сразу, подпишитесь на канал, пишите комментарии, советы, как мне пройти эту часть. Потому что это же не видео, да, которое уже давно записано. Это прямо сейчас онлайн происходит. Пишите в комментариях, буду смотреть вниз. В комментариях такой, о, хорошо. Спасибо за совет. Если вы хотите дополнительно поддержать мой канал, то переходите на мой бусте, ссылка будет в описании. Спасибо всем большое. Давайте выбираться отсюда, я уже вижу, что здесь некий предмет лежит. Что это? Могу ли я достать? Лом. Прекрасно, кажется, мы выбрали все. Нет, тут нужно что-то от болтов, помогающее от болтов. Какой-то болторец, какая-то хавка, шоколадные батончики, водичка и пустая тарелка. Под кроватью ничего нет. Интересно, вот когда он зайдет и такой будет проверять, что сдвинулось с места, если вот я оставил ящики открыто, он будет на это беситься? Это же моя камера все-таки, да? Я не могу никуда лом применить. Хорошо, может быть что-то есть поблизости, может быть я до чего-то могу дотянуться? Ящик заперт. Хорошо, давайте с другой стороны смотреть. Какая-то записка лежит. Что? Погодите, откуда я взял отмычку? Откуда я ее взял? Она всегда была у меня? Отмычкой я могу открыть ящик, мне кажется. Отлично, гаечный ключ. Да, детка, открывай дверь. Нужно поскорее найти выход. Я так понимаю, что Эмили это первая самая жертва. Погодите, он даже еще не сделал здесь систему, которая позволяет газом все зафигачивать. Нет, погодите, газ вот отсюда должен выходить. Эта система работает, но нету системы кодового замка. Да, мы все-таки первая самая жертва. Так, разработчики игры, если вы сейчас меня смотрите, то вот вам новая идея для игры. Сделайте проманьяка, который пытается придумать какие-то ловушки. То есть такой, знаете, симулятор, где ты покупаешь различные предметы в магазине, чтобы строить ловушки. Вот, допустим, у тебя есть помещение, которое ты тоже можешь апгрейдить. И там в помещении устанавливаешь всякие ловушки, всякие замки и прочее, прочее, прочее. И потом NPC, которого ты похитишь, будет пытаться выбраться. И ты должен сделать так, чтобы он не выбрался. А NPC суперумный. Придумайте суперумный искусственный интеллект, чтобы он выбирался все время. Такая сложная, чтобы была игра. Если вы вдруг сделаете игру про это, пожалуйста, не забудьте про Евгения. Он вам помог с идеей. Хорошо, мы идем в ванную. О, что за, что за устройство? И провод идет куда-то в стену. Вот сюда. Нет, ручки, но я могу использовать... Нет, не могу использовать лом. И здесь еще ящик. Вы видите, что это? Чистый лист бумаги. А отмычка здесь не подойдет тоже. А лом? Фак. Ладно, давайте изучим. Во-первых, шкаф. Опа. Шкаф, он у нас, к сожалению, закрыт на кодовый замок. А вот это что есть такое? Проклятие. А что за черт? Нет, 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 нет. Черт. Как плохо. Все, выключаем. Возвращаемся обратно. Надеюсь, он ничего не заметил. Давайте попробуем эти шкафчики оставить открытыми. Он идет. Он идет. Толбаный компрессор. Погодите, он оттуда вышел? Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Окей, спасибо. Блин, это экстремально. 4, 9, 3. Запомнили. 4, 9, 3. Аааа! Ааа, нет! Это сколько мне времени дали, чтобы в комнату его заглянуть? Полное дерьмо. Итак, у нас теперь нет монтировки. И где же ее искать? Я, если честно, вообще не понял, откуда я отмычку взял. Может быть. Ааа, вот она где. Хорошо, у нас есть гаечный ключ. Все, монтировку мы потом, видимо, найдем с вами. Окей. Нужно поскорее найти выход. Сейчас мы найдем выход, не бойся. Дорогая, погодите, надо закрыть эту штуку. Он вышел отсюда. 4, 9, 3, по-моему, был код. Давайте сразу пойдем и применим. 4, 9, 3. А, так, отлично. Ручка. Зачательно. Здесь ничего под раковиной нету. Так, прежде чем нам задействовать мотор, я бы хотел использовать эту ручку. Very good. Идемте аккуратно. Здесь также стоит его нот. Он работает. Книжка. Микроволновка. Перечислил все предметы. Молодец, Евгений. Классно комментируешь видос. Холодильники тоже. А, у нас есть лед. Надо будет его как-то растопить. Своим жаром. Это я могу. Слушай, но он явно кого-то уже пытал здесь. Видите, кровь. То есть, какую-то жертву он все-таки смог взять и уничтожить. Либо он покоцался, пока собирал эту штуку. Тоже вероятно. Лом! А, веревка мешает. Мы не можем открыть дверь в кладовую, к сожалению. Там, смотрите. Там шипит. Там пар идет. Но почему-то его это не парит совсем. И здесь есть ящик. Просто ящик. Никакие инструменты мы не можем задействовать. Стоп, записка. Название ML245. Описание. Раствор для проявления невидимых чернил. Количество 8 штук. Вес 4 килограмма. Стоимость 54 доллара. Дорогая такая штука. Это как раз таки та записка. Это все вот здесь стояло. Раньше. В четвертой части. Вот почему мы не могли ее прочитать. Потому что не было толку от этого никакого. Давайте пойдем под стол, что ли. Под стол нельзя пешком ходить. Заперто на ключ, но есть отмычка. Пошел ты, Евгений, со своей отмычкой. Так, я понимаю, к чему все идет. Все идет к тому, что мне нужно воспользоваться этим насосом. Еще раз. Твою же. Ты что там шумишь? Тихо. Быстренько, быстренько, быстренько. Надеюсь, он ничего не заметит. Вон, пошел. Кто включил свет ванной? О, нет, нет, нет. Ну, прости, прости. Нет. Куда он идет? Закрой, закрой. Блин, он замечает такие штуки. Фигово, что он замечает. Потому что можно было бы всякие прикольные штуки. Нестандартное прохождение можно было бы сделать. Дверная ручка сразу вот здесь. Вот он идиот. Какой он дебил. Открываем дверь. Сейчас мы все быстренько сделаем. 4, 9, 3. Монтировки. Я сих пор не понимаю, для чего она нужна. А, смотрите, вот в этом флакончике пусто. А эту мы не можем взять. Значит, это нам, скорее всего, вообще не надо будет. Ведро. Неожиданная находка. Все, больше ничего нету. Давайте, включаем. Что за шум? Раз, два. Отлично. Возвращаемся обратно. Сидим, кушаем шоколадки. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням. Какие вкусные шоколадки. Очень вкусные. Пошел. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Что мы можем здесь посмотреть? Что мы можем посмотреть в сейф? Я хрен знает, как сейф открыть. Здесь еще нету. Ничего нету. Да как? Да времени вообще нету. Мне придется сейчас еще разок сдохнуть, потому что надо хорошенько осмотреть комнату. Пока что, мне кажется, учитывая, как мало времени, что нам просто нужно будет открыть сейф и все. Хотя, если открыть сейф всего лишь нам нужно, то... Блин. То... Где-то здесь 245. Может быть, вот это будет кодом. 245. Давайте попробуем открыть с кодом 245. Может быть, попробуем соблазнить его? Эй, малыш. Я такой горячий. Ладно, ему насрать на меня. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. 245. Нет, там 4 нужно. 4 нужно. Ага! Как? Да невозможно успеть. Там на бочке что-то лежало. Там на бочке что-то лежало. Мы должны это срочно посмотреть. Гоу, включаем. Там шумишь. Ящик закрыли. Надеюсь, он ничего не заметит. Мы будем вот так, возле двери. Совсем не подозрительно стоять. Толпанный компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Кочка с маслом. Никак. Как? Тут нет ничего. Какого дьявола? Черт. Два раза, два раза в него запоролся. Блин. Там была просто вентиляционная шахта в 4 главе. Что? Я схожу с ума. Блин, что-то не получается у меня играть как-то. Неужели я стал нубом? Неужели я потерял хватку? Нет, здесь капканов нету. Решетка никак не работает. Здесь ничего нельзя добыть. Тут нет у нас капканов нигде. Хорошо, можно спокойно ходить туда-сюда. Блин, да как же так? Ну будет же такое дерьмо происходить со мной, а? Ну как же так? Куда пошел? Куда пошел? Так, погоди-ка. Ну естественно, я же там запоролся. Здесь кто-то был? Ну, вроде все. Хорошо, что он не заметил кровища на капкане от моей ноги. Фух. Выходим. А, вот где монтировка стоит. Я просто искал ее все это время. Почему-то я теперь ведро не могу найти. Ведра нигде нет. А! Черт. Ломик нужен был для льда. У меня теперь кусок льда. Надо его где-то растопить. Хорошо, это какой-то прогресс на самом деле. Кусок льда нельзя положить в раковину. Нельзя положить в стиралку. Погодите. А тут у нас есть книжка. Мы не читали ее. Нельзя читать ее, потому что я не умею читать. Может в микроволновку положить? В микроволновку можно положить. Положите предмет вовнутрь, закройте дверь, нажмите кнопку. Хорошо. А он не услышит? Он может услышать сейчас, когда она пикнет. А что за черт? Ключ. Отлично. Скорее. Блин, я тут все открытым оставил. Все на виду. Ящики закрыты. Все ящики закрыты. Заходим. Сидим. Сидим на толчке. Вроде бы я там все сделал. Все как надо. Все как было изначально. Так. Погоди-ка. Это же локация из четвертой главы. Как все связано? Ну, вроде все на месте. Что он там делает? Что он там делает? Ящик забирает. Куда ты несешь ящик? Это мой шанс? Быстрее, 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 пожалуйста. Нет, не трогай будильник. Фу, чуть не нажал на него. Зачем он его забрал? И теперь у меня есть ключ от этой двери. Отлично. Мы не должны трогать эту дверь, как мне кажется. Просто выходим. Я вижу записку. Блин, он походу уже не вернется. Он пошел что-то мастерить. Итак, таск. Задача. Купить невидимые чернила. Выкинуть мусор. Поставить будильник. Положить ключ-карту на сейв. Положить ключ-карту на сейв. Там была ключ-карта. У нас, погодите, сейчас у нас тут все закрыто. Дерево полное. Ключ-карта на сейв. На сейв и нет ключ-карты. Это сто пудов да отодвигается. Отлично. Но здесь же нету нихрена. Нет, здесь есть ножницы. Ножницы это для веревки в ту дверь. Но пока что я хочу позырить, что у нас тут есть. Опа, рычаг. Здорово. Отсюда мы, к сожалению, никак не уйдем. Отмычка. Нет. Щиток закрыт. Хорошо, у нас есть чем работать. Может я могу открутить ножницами? Я бы ножницами открутил на самом деле. Это очень легко. Рычаг не работает. Он все-таки еще не сделал систему газовую. Ну ладно. Нам же лучше. Заходим. Нет питания. Ой, это горячо. Это, наверное, очень больно будет, да? Ведро. О, погодите, у нас есть ведро. Для чего ведро? Горячий пар. Ну да, я понимаю, мы сдохнем. Смотрите, вон там. Да. Ну, нет. Это тот самый тюбик, о котором говорилось в записке. Хорошо, нам нужен вентиль где-то найти. Значит так. Да. Да, 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 да. Опа, что это? Не дотянуться. Какая-то штука плавает. А вот ржавый вентиль. Как же нам... Как же нам быть-то с ним? Как его забрать? Что это? Ключ? Ключи. Бочка с маслом. Давайте в ведро нальем. Получилось? Не получилось. Мы как раз-таки можем смазать маслом вентиль. Но для этого нужно что-то такое. Что-то... Что-то тряпочное. Поставить будильник и положить ключ-карту на сейв. Возможно, игра намекает, что мы должны будильник все-таки завести. Давайте будем от этого исходить. Так, у нас все на месте. Все хорошо. Ладно, заводим будильник. Эх. Да блин! С треском провалилась идея. Так было хорошо. Можно ли как-то воду открыть? Блин, подсвечивается же. Ну, е-мое. Наполняем ведро с водой. Все! Теперь мы можем сюда подлить воды. Подлить воды. Отлично. Пустая масленица. Масленица. Масленица это праздник такой. Всегда мечтал прям клевую такую масленицу отметить. Знаете, чтобы было так много блинов. Так много сгущенки и сметаны. Чтобы просто ужраться. И все бесплатно должно быть. Для меня это было разочарованием, когда я пошел на такую ярмарку, где масленица была. И там все платное было. Я был бедным сиротой. Масленка с маслом. Стоп! Оставим дверь. Это уловка. Во! Все, вентиль наш. Что? А! Мы крутанули. Кажется, теперь не должно быть, да? Пара нет. Есть! А-а-а! Вот оно как. Нам придется манипуляции с лифтом совершить. Это опасно. Значит, закрываем решетку. Закрываем дверь. Проверяем, все ли на месте здесь. О! Гребаный шкафчик. Остальное все на месте. Окей! Окей! Ай, вперед. Для включения требуется 24 вольта. Нет питания, мать моя! Идем по проводам. По проводам. А вот и щиток. Отмычкой. Ключами. Есть! Не хватает предохранителя. Все не слава богу. Где же предохранитель мой? Мне кажется, людям надо с собой носить всегда помимо перцовых спреев, еще и предохранителя. Потому что если вас все-таки похитили, по-любому вам понадобится предохранитель. Носите с собой, друзья. Так, ну 100 пудов где-то в его комнате должен быть. Какой же может быть пароль от сейфа? Блин, вот значит, в одних играх можно прислушаться и услышать щелчок и открыть сейф. В других можно ходить с отмычкой и рычагом и чувствовать себя полным идиотом. Ага! Блин! Черт, что это? Щипцы, плоскогубцы. Закрой, закрой обратно. Закрой. О, боже мой. Тут все открыто нахрен. Нет, нормально. Успеваем. 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 Заходим. Ух, новый предмет. Плоскогубцы. Для чего? Щиток! Так, погоди. Нет, нет, щиток. Здесь кто-то был? Пожалуйста, не смотри туда. Там щиток, он открыт. Ну ты не смотри. Я не трогал, отвечаю. Нет, все-таки газ работает. Спасибо. Ладно, нормально. Немножко в глазах пятна. Ладно, отделались малой кровью, все хорошо. Заперто на замок. Бэч. А вот и отмычка пригодилась. Тупой маньяк. Ты такой тупой, такой маньяк. Куда мне? Что мне? Может быть, вот это? Да. Отлично. Предохранитель. Стоп, я все закрыл. Я уже не уверен ни в чем. Да, я все закрыл. Что? А, просто лежит. Ладно, лежит. 24 вольта нужно, да? Опа. Окей, гоу. Смотри, у нас есть 24 секунды. Вполне достаточно будет. Надо будет еще опустить лифт обратно. Так. Все. Возвращаем обратно. 13 секунд, друзья. Скорее. Умница! Кстати, а ключ карты-то у него есть? Надо посмотреть на шее. Где он? Он опять здесь? Так, погоди-ка. Нет, там ничего не было. Здесь кто-то был. Ну, уходи все на месте. Нет, ключ карты у него нет с собой. Блин, это говнюк опять там. Раствор ML245. Может быть, здесь надо? Да. 1950. Черт, и он будет все это время в этой комнате? Очень мало времени. 1950. Проклятие. Ты что там шумишь? Быстрее. Нужно запереть его. Он будет так быстро действовать, пипец. Толпанный компрессор. Так. Скорее. 1-9-5-0. Открыть. Уходим. Да нет! Да нет! Чуть-чуть, просто пару секунд не хватило. Разочарование, друзья. Разочарование. Мы начинаем заново, друзья. Прекрасно. Ключ. Я вижу, ключ висит в замке. Отлично. Удачная катка будет. Монтировку взял. Ключ от этой двери будет только во льду. Значит, нам придется в любом случае сейчас его позвать. Самое главное, чтобы он не забрал ключи из замка. Будем надеяться, что все будет окей. Выключаем свет. Закрываем. Так, у сокольда есть. Забирай. Давай. Сразу открыли. Сразу заберем. На всякий случай, да. Он мне нужен. Не хочу, чтобы он его забрал случайно. Все, мы все закрыли? Good. Оп! Здесь кто-то был. Окей, маньячина сейчас уходит. Он, походу, берет инструменты, чтобы что-то мастерить. Кстати говоря, очень может быть, что он эти инструменты несет в первую главу. В первой главе, по-моему, Аллен был. Он несет туда эти инструменты. Помните, он в прошлом видео, которое вот здесь можете посмотреть, он принес инструменты внезапно. Все собрали. Нужные предметы все у меня в руках. И здесь еще ведро. Давайте сразу наполним. Так, стоп. Он вышел и пошел. Он только эту дверь закрыл. Это надо учесть. Кладовую заходим. Так, у нас здесь получается... Получается... Опа! Теперь там не флакончик. Лоскогубцы теперь тут. Чтобы все было как надо... Закрываем. Эту оставляем открытой. Ту оставляем открытой. Твою же. А вот и предохранитель. Кто за черт? Стрейх. Сразу его ставим сюда. Пофигу. Эй. Блин, интересно, я бы успел поднять лифт и все... Не знаю. Короче, обратно в клетку. Так. Что здесь? Все закрыто. Нет, все хорошо. Здесь кто-то был? Пугают, да? О, да. Хорошо. А, нет. Он возвращается в свою комнату. Хуху. Блин, как хорошо, что я про дверь вспомнил. Включаем питание. Действуем супербыстро. Гоу. Давай, 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 давай. Так. Уставься. Ага. Возвращаем обратно. Десять секунд. Воу. Оп. Тихо. Куда ты пошел? А? Так. Погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Ладно, пронесло. Выбегаем. Так, гребанная дверь. А, вот где-то тюбик. Раствор ML245. Я был 245 раствор. Мы его сюда. Вот сюда применяем. 4705. Каждый раз код меняется. 4705. Проверяем, все ли на месте. Все отлично. 4705. Нам нужно будет так быстро все сделать. Гоу. А что за черт? Нужно запереть его, когда он зайдет в комнату. Опа. Хорошая мысль. Чего я раньше не додумался до этого? 4705. Стоп, если я запру его, я же не знаю, что дальше делать. Толбаный компрессор. Давай. Давайте просто откроем. 4705. Открыть. Идем обратно. Куда? Чего ты? Куда идешь? Куда пошел? Ага. Ладно. Он просто проверять будет. Сейчас он вернется обратно. И повторим еще раз. Только теперь заберем из сейфа то, что нужно. Я пока еще боюсь. Я не знаю, что мне нужно делать будет. Если я просто напролом пойду, он меня убьет. Вроде все на месте. Он ведь не закроет сейф обратно? Гоу. Оп. Ты что там шумишь? Опа. И компрессор. Побежали. Карта. Едет. Закрываем. Похрен. Все пошло не так, как я хотел. Нужно сваливать отсюда, пока он не выбил дверь. Ооо. Быстрее. О, тот же выход. Куда? Тут. Сюда. Быстрей. Да блин, быстрей так долго. Открывай. Открывай. Мы выжили. Есть. Плохая концовка. Вы сбежали от маньяка. Почему плохая концовка? По-моему, сбежать от маньяка это всегда хорошая концовка. Мне не нравится, что игра диктует мне свои условия. Это не плохая концовка, а хорошая. Это лучшая концовка, я считаю. А вы как считаете, друзья? Почему игра говорит, что это плохая концовка? Напишите в комментариях. И на этом, в принципе, видос заканчивается. Мы все с вами хорошо постарались. От маньяка сбежали. Прошли все главы метель. И теперь ждем вторую часть. Надеюсь, она будет еще круче, интереснее и захватывающей. Ну, а с вами был Юджин, как всегда. И, конечно же, всем петюля. Пшшш.